Новые правила назначения и выплаты социальных пособий С 1 января 2022 года с 2021 года Фонд социального страхования начал напрямую выплачивать декретные и больничные пособия гражданам. С 2022 года порядок их оформления и выплаты изменятся. Меняется формат больничных листков, сокращаются сроки для передачи сведений в ФСС, размер некоторых пособий вырастет, а заявления на их назначение упразднят. Индексация пенсий с 1 января 2022 года в федеральном бюджете Российской Федерации и бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации запланировано повышение пенсий пенсионеров с 1 января 2022 года. Они получат прибавку всего в 5,9%, что ниже реального уровня инфляции в 2021 году. Однако президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть этот показатель и повысить пенсии пенсионерам выше уровня инфляции, как было обещано. Однако пока ничего не известно о выполнении этого распоряжения. Таким образом, фиксированная выплата страховой пенсии с учетом индексации с 1 января составляет 6400 рублей Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии индексируются в бюджет на 7,7%. В 2022 году страховые пенсии будут доступны для женщин с 56,5 лет и для мужчин с 61,5 лет. Для получения этих выплат необходимо иметь определенное количество лет стажа — 13, а также уровень пенсионного коэффициента — 23,4. В январе также произойдет увеличение пенсий для тех пенсионеров, которые — в декабре был отмечен 80-летний юбилей, ушел с работы в октябре, был подан запрос на перерасчет. Те, кто имеет право на сельскую надбавку в размере 25%, но проживает в городах. Однако эти подъемы были индивидуальными, а не централизованными. Еще одно массовое повышение пенсии в январе произошло для тех, кто ожидает получения минимальной пенсии в размере прожиточного минимума пенсионера, в который полагается социальная доплата. В связи с увеличением прожиточного минимума, получателей будет больше, и все они получат прибавку с 1 января 2022 года. Однако пенсионный фонд будет рассчитывать размер дополнительных социальных выплат отдельно для каждого пенсионера, так как он зависит не только от региона проживания, но и от размера первоначальной пенсионной выплаты.